Вот эта система, которую, как сейчас говорят, Путин пенсионно не работает, ее же Путин и сделал. Это не Ельцинская система. Это не Путин, это не Дведевская. 5-го года. Понимаете, они ее сделали, они обанкротили, они два раза украли людей сбережения уже. Ну, то есть смысл был какой? Это определенность системы. Еще раз. То есть пенсионная реформа путинская в чем состоит? Раньше у нас система была советская, при Ельцине еще. То есть вы работаете, у вас из зарплаты изымается часть денег. Плевать, там, страховые взносы, просто налог, как в советское время. Из него оплачивают пенсионеров согласно их стажу и так далее. Называется солидарная система. То есть одно поколение платит за другое. Во всех странах мира, кроме Пиночета, используется и сейчас. Нет, мы ее поменяли. Теперь вы типа купите себе сам, да? Ну, то есть вы вот, так сказать, работаете, с вас вычитают, но это идет там на вас счет, накопительная пенсия так называемая. Да, вы там типа вышли на пенсию, вот сколько заработали, условно говоря, столько и получили. Видите, как гениально. Вы платите, но вам же ничего не дают. Понимаете, эти деньги, которые вы платите, может быть, когда-то выйдя на пенсию, они сейчас уже использовались правительством два раза. Вот в чем дефицит пенсионного фонда. А их истратили. Истратили легально абсолютно. Ну, а Путин здесь при чем? Эта же система была и до него, и при Ельцине. Нет, еще раз, эту систему ввел Путин. Когда? Я вам сказал, в 2005 году. А что это было? Какой акт? Ну, как, закон приняли, ну, вы о пенсии. Зурабов этим занимался, который потом отправился на работу, так сказать, в посольство Украины, где тоже сработало на ура, правда? Как, это при Ельцине была советская пенсионная система. Не он ее учреждал? Не он ее, но он ее не стал менять, по крайней мере, я должен сказать. И, кстати, еще раз говорю, советская система, ну, или назовем ее солидарной, одно поколение платят за другое. Она во всех странах мира сейчас существует. В ФРГ существует, не знаю, во Франции. Кстати, в 2004 году Джордж Буш, младший, баллотируясь на второй срок, пытался ввести такую же систему. Ух, там, у себя. Отвергли люди. Он, кстати, в отличие от Путина, Буш ездил с указкой, на доске цифры рисовал, понимаете, по избирательным округам. Там, типа, сами себе копить, но там-то народ, не дураки. Они говорят, ну да, вот сейчас деньги столько стоят, да? Через год они вот столько стоят. Вот я сейчас коплю-коплю, выйду на пенсию, девальвация произойдет. И я тогда, собственно, что накопил? Отвергли американцы эту систему. Американцы отвергли. У нас ввели. Она банка, то есть сбережения изъяли у людей. Ну, то есть они вот копили-копили, их изъяли. Ну, какие-то там неотложные. Ну, что я не знаю. Теперь говорят, денег нет. А, соответственно, надо повысить пенсионный возраст, чтобы как бы вы еще платили подольше, еще подольше ничего не получали в ответ. А может быть, вы, собственно говоря, помрете, и тогда вообще вся жизнь удалась, понимаете? В этом же смысл. Когда говорят, что, скажем, в ФРГ пенсионный возраст там 67 лет. Да. Ну, только там продолжительность жизни, 84 года. Так называемый возраст дожития. Вот научный термин, когда человек живет на пенсии. Систематорский термин? Ну, он научный-то, 17 лет. У нас, если Путин, говорит, 68 продолжительность жизни у мужчин, Всемирная организация здравоохранения утверждает 64. Ну, даже 68. Это что, 3 года человек на пенсии будет жить? А если право Всемирной организации здравоохранения, он еще минус 1 год будет жить, что ли? Ну, то есть он еще с того света 1 год в пенсионный фонд будет платить. Вот в этом аморальность реформа, что если у нас была бы действительно высокая продолжительность жизни, ну, да, да, можно тогда сделать и 60 лет для женщин, и 65, если люди живут до 85, например. Ну, почему? Нет. Ну, когда говорят, нет, ребята, продолжительность жизни может быть повысится там к 2030 году. Может быть, да, мы вам гарантируем. До сих пор, правда, все, что они гарантировали, как-то не сбывалось, да, ну, ладно. Ну, а повысим пенсионный возраст сейчас. Вот в Словакии система какая-то, там время от времени, да, публикуются новые данные о продолжительности жизни. И в зависимости от этого повышается на полгода, предположим, пенсионный возраст, да. Ну, то есть, вот, люди стареют, и за ним идет пенсионный возраст. Ну, есть какая-то логика, правда? Здесь говорят, нет, мы вам повысим, а будете ли вы жить дольше, ну, хрен его знает. Может, и будете. В этом ужас, ситуация, что это никакой важнее ВВФ, там, никакие американцы. Это тупой непрофессионализм нашего правительства, который, ну, делает то, что может. Но ничего другого они вот не могут. Это все финансисты, они не работали на производстве. Ну, это все финансисты, они работали на производстве.